Мой многолетний опыт в садоводстве показал, что красота порой может быть достаточно агрессивной и даже самые привлекательные на вид растения со временем способны заполонить ваш участок. Причем избавиться от этих зеленых захватчиков не всегда удается годами. Они прорастают в самых разных местах и зачастую борьба с ними ведется долгая и безуспешная. Например, многих подкупает неприхотливость и яркость соцветий вербеника точечного. Этот солнечный многолетник привлекает внимание в саду и хорошо заполняет пустующие участки. Но данный вид вербеника ведет себя агрессивно. С помощью своей корневой поросли растение стремительно разрастается и способно легко вытеснить рядом растущих соседей. Посадив всего пару корней этого многолетника, в недалеком будущем у вас получится целый массив из его удлиненных стеблей. Вербеник точечный очень активно размножается и не только с помощью семян, но и корневых отпрысков. У вербеника длинные ползучие корни, которые не знают преград. Растение довольно выносливое и с легкостью избавится от своих конкурентов по клумбе. К сожалению, почвенный ограничитель не всегда помогает решить эту проблему. Поэтому выбор за вами, высаживать вербеник на своей территории или нет. Еще один чемпион по захвату территории – это майский ландыш. На моем участке он был посажен прежними хозяевами. Всего за несколько лет этот милый ароматный цветок покрыл приличную по размерам поляну. У ландыша длинные ползучие корни. Удалив кустики, на их месте в скором времени появляется молодая поросль. И так бесконечно. Причем я заметила, что ландыши в моем саду стали появляться и в других местах под плодовыми деревьями. Конечно, этот многолетник очень неприхотливый и весьма симпатично цветет. Но кроме его неограниченного роста, стоит еще учесть ядовитость его красных плодов. Если ваш сад посещают маленькие дети, все-таки эти цветы лучше не сажать. Еще один симпатичный захватчик, с которым я реально устала бороться – это многолетняя фиалка садовая. Сколько бы я ее не полола, кустики появляются вновь и вновь. Причем в самых разных и неподходящих местах. Фиалка способна рассеиваться на большие расстояния. Ее мелкие семена обладают отличной многолетней всхожестью. К тому же их еще и активно разносят садовые муравьи. Да, растение крайне неприхотливое. Приживается даже в тени и мило цветет. Но его декоративность недолгая. Цветение лишь весной, не более месяца. Зато потом множество розеток фиалки обнаруживаешь в своих цветниках. Скажу честно, заниматься их постоянной прополкой годами – занятие не из приятных. Тем более, что есть цветники, где делать это очень неудобно. Тем не менее, многие соблазняются неприхотливостью этого многолетника, высаживая его в виде бордюров или в тенистых садах. Есть несколько расцветок фиалки садовой, и все они весьма агрессивные. Так что прежде чем занести на участок это растение, взвесьте все за и против. В эту же категорию симпатичных захватчиков можно отнести видовую брунеру сибирскую. Этот почвопокровник привлекает россыпью очаровательных голубых соцветий, которые появляются в мае. Кустики стремительно разрастаются, покрывая большую площадь. Данный вид может легко вытеснить собой более скромные по характеру и высоте растения. Если вам нравится неприхотливость и цветение брунеры, лучше посадите декоративную брунеру крупнолистную. Этот многолетник растет исключительно в одном месте, никаких сеянцев и порослей не дает. К тому же у крупнолистных сортов очень красивая листва. Сортовая серебристая брунера – один из самых любимых мной многолетников, который эффектно выглядит с весны до глубокой осени. Отлично растет даже в тени и особого ухода не требует. К цветам, которые способны цвести даже в тенистых местах, относится василек подбеленный. Он крайне неприхотливый, за что многим и нравится. Но этот многолетник также стремительно разрастается. Его длинные разветвленные корни постоянно дают новые ростки. Сколько бы я их не выдергивала, поросль вновь появляется. Этот многолетник своей агрессивностью немного похож на сныть. В местах облома корней просыпаются спящие почки и прорастает новая поросль. А это растение многим нравится за яркое, обильное цветение и целебные свойства. О нем знают все. Это золотарник канадский или солидага. Растение обладает завидной жмучестью и мощным, развитым корневищем. Золотарник – настоящий агрессор в саду. Всего за пару лет он способен оккупировать всю близлежащую территорию и вытеснить всех своих соседей. Зацветия завязывают огромное количество семян. И весь этот семенной материал хранится в почве годами. Солидага имеет отличную многолетнюю всхожесть. Сколько его ни пропалывай, борьба с этим многолетним растением безуспешна. Если вы думаете, что гербициды вам в этом помогут, вы ошибаетесь. Увы, но препараты не действуют на семена. Вы только испортите химию свою почву. Даже если вам очень нравится, как золотарник цветет, лучше им любоваться где-нибудь на природе. Не стоит это растение заносить на участок. Потом вы от него и не избавитесь. Хотя в последнее время селекционеры все-таки смогли вывести культурные и абсолютно неагрессивные сорта солидага, которые растут на одном месте годами. Обратите внимание еще на один довольно красивый цветок под названием калистегия. Этот многолетник красиво плетется и эффектно цветет. Цветки калистегии махровой чем-то напоминают розочки. Но с этим растением надо быть очень осторожным. Калистегия это по сути тот же агрессивный вьюнок, только декоративный. Размножается семенами и особенно корневыми отростками, которые прорастают на большие расстояния и пробираются вглубь почвы. Порой справиться с ее неконтролируемой порослью не помогает даже почвенный ограничитель. Калистегия пробивается в самых разных местах и прорастает там, где ей не место. Своим самосевом годами могут заполнить участок такие растения, как рубекия и ваточник. Последний не только симпатично цветет. Соцветия ваточника распространяют по саду очень приятный аромат, привлекая полезных опылителей. К сожалению, это растение не только хороший медонос, но и приличный агрессор. По окончании цветения образуется множество пушистых семян, которые разлетаются даже на дальние расстояния. Сколько бы я ни удаляла стебли и корни ваточника, он каждый год появляется снова. Его сеянцы прорастают в самых разных местах. Это же касается и рубекии. Хотя цветут эти многолетники очень мило и считаются совершенно неприхотливыми. Давать свой неконтролируемый самосев могут обычные маргаритки и люпины. Вид люпина многолистного с годами образует буйные заросли с плотно сомкнутым пологом листьев, вытесняя более скромные культуры. Не менее милый, но достаточно агрессивный цветок незабудка. Многие любят любоваться ее россыпью голубых соцветий. Хотя среди незабудок есть растения с розовыми и белыми цветками. Незабудка также дает свой неконтролируемый самосев. Очень милый на вид почвопокровник, который привлекает своей мелкой листвой и цветками, это кислица или оксалис. Растение невысокое, но дает активный и неконтролируемый самосев. Правда, это не касается его декоративных теплолюбивых видов, которые способны зимовать только в домашних условиях. Этим видео я также хочу предупредить, что под многими декоративными растениями часто продают типичные сорняки, от которых полностью избавиться невозможно. К таким относится сныть вариегатная. Не соблазняйтесь ее внешним видом и неприхотливостью. Сныть, даже декоративная, активно размножается семенами и корневой порослью. Это жуткий агрессор, в борьбе с которым он всегда оказывается победителем. Это же относится к еще одному симпатичному эфемероиду под названием частяк весенний. Он разрастается сплошным ковром, захватывая всю близлежащую территорию. И хоть его милые желтые цветочки очень радуют ранней весной, но растение считается очень агрессивным. Вид частяка весеннего размножается корневыми отростками и клубеньками. Удалить все мелкие клубни из почвы просто невозможно. Поэтому, сколько бы вы ни старались, этот многолетник будет прорастать с новой силой каждый сезон. Растить частяк может даже на влажных участках, в тени и на солнце. Но пусть вас не привлекает его неприхотливость и очаровательное цветение. Поверьте, этот агрессор лучше не заводить на своем участке. Потом не избавитесь. К сожалению, подобных красивых захватчиков в природе очень много. Надеюсь, что сегодняшняя информация была вам не только интересной, но и полезной. Я буду рада, если она поможет вам в будущем оградить себя от многих проблем садоводствия. Поделитесь также своим мнением и опытом в комментариях. Какие еще агрессивные растения вам неизвестно? Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если вы досмотрели это видео до конца, поставьте, пожалуйста, свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый Сад. Субтитры создавал DimaTorzok